В отношении Всемирной торговой организации речь идет о необходимости восстановления экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ. Который привел страну за последние пять лет правления господина Порошенко и его команды к тому, что мы упали во всех, по первую очередь, в социальных стандартах. Я думаю, сейчас не надо это все перечислять, но, как вы понимаете, я могу это сделать. И именно эти показатели и эти данные послужили основанием, когда мы избирали свой путь и свою программу, экономическую ее часть, в нашей программе и в наших дней. Доброго дня, Антоніна Марокді, Радіо Свобода. Питание до пана Бойка. Сегодня ваши однопартийцы сказали про то, что вы найвирогиднейший кандидат на пост премьер-міністра. Как вы расцениваете свои шансы и на какие еще портфели партия претендует? Дякую. Перш за все, хочу сказать, что мы идем в парламент не за портфелями. И хочу еще раз повторить, что для нас принципы набагато важливыше, чем какие-то посады. Мы 5 років працювали в жорсткій оппозиції, потому что мы бачили, куда веде країну цей режим, який сегодня відправлено на свалку історію. І так говорили люди о том, що действительно у нашій партиї є кандидат премьер-міністра, це Юрий Анатольевич Бойков. Во-вторых, ви знаєте о том, що неоднократно цей вопрос задавався в соціологічних исследованиях. І все соціологічні исследования на цю тему, все абсолютно, а їх було 4 чи 5, говорили о том, що на першому місці именно люди предоставляли доверие і считали, що господин Бойко може бути прем'єр-міністром. Доброго дня, хочу повторити. Ми з удовольствием будемо объединяться даже не в какую-то коалицію, а просто помогати тем, хто буде устанавливати мир. Якщо партия Зеленського буде стремиться к миру, ми покажемо їй допомогу, независимо от того, які там у нас договоренности будуть. Все остальные, коли будуть ввести нас в НАТО, в МВФ, ще неизвестно куди, ми с кем не будемо сотрудничать. Спасибо большое. Дякую. Дякую. Дякую.